Сальвадор, Гватемала и Гондурас – именно из этих центрально-американских стран. Уже не одно десятилетие иммигранты направляются к южной границе Соединенных Штатов, через территорию Мексики. И именно эти страны президент Трамп обвиняет в бездействии и неспособности остановить поток нелегальных иммигрантов. Принимают у нас деньги годами и ничего не делают, подытожил президент. У Мексики достаточно сил. При желании они могут остановить, но они решили не делать этого. Теперь они остановят их, а если не остановят их, мы закроем границы и будем их держать закрытыми долгое время. Сотрудничество ради процветания стран Северного Треугольника. Так, администрация Обамы в 2014 году назвала инициативу по предоставлению финансовой помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу с целью восстановить безопасность в этих странах и создать экономические возможности для их жителей. Инициатива была попыткой разрешить миграционный кризис, когда 9% населения этих стран стремились попасть в США через южную границу. Среди них большое количество несовершеннолетних детей. Эксперты называют эту политику 2014 года попыткой противостоять коренным причинам иммиграционного кризиса. И напоминают, США не в одиночку борются с этой проблемой. Так, в Гватемале большая часть финансовой помощи используется для того, чтобы помочь людям преодолеть порог бедности, получить доступ к продуктам питания. В Сальвадоре и Гондурасе на обучение полицейских, чтобы в стране снизился уровень преступности. И мы видим, что в определенных частях этих стран есть существенный прогресс. А еще важно, чтобы в этом диалоге мы не забывали, что страны Центральной Америки тоже вкладывают деньги в инициативы по борьбе с преступностью, насилием и нищетой. Только в 2018 году самопомощь составила 500 миллионов долларов. Но, как и 5 лет назад, на границе десятки тысяч мигрантов, пытающихся получить убежище в США. Это и стало главным аргументом Дональда Трампа. Финансовая помощь странам Северного Треугольника – неэффективная политика, считает президент. При условии, что США продолжат развивать страны Северного Треугольника, в будущем снизится уровень нелегальной миграции в Соединенные Штаты. Любая приостановка помощи снижает уровень прогресса, которого эти правительства добились в последние годы. Стена, ограждение и чрезвычайное положение. Как показывает статистика, и подобная политика не останавливает иммигрантов. В поисках безопасности и лучшей жизни. Жители стран Центральной Америки направляются в США, даже несмотря на ужесточение миграционной политики при Трампе. От безысходности положения в их странах. В феврале этого года зарегистрировано наибольшее количество нелегальных иммигрантов за последние 12 лет, пытающихся пересечь границу США – более 76 тысяч. Администрация Трампа не пытается решить проблему с нелегальной миграцией. Их цель – создать беспорядок на границе и использовать это как политический инструмент на выборах. Именно поэтому ситуация ухудшается. Именно поэтому мы стали свидетелями разделения семей и гибели детей в иммиграционных центрах опеки. Как сообщают американские СМИ, ряд официальных лиц предупредили президента Трампа. Закрытые границы с Мексикой дестабилизируют приграничные американские города, приведут к экономическим потерям в миллиарды долларов и вряд ли остановят поток мигрантов. Торговые отношения США с Мексикой очень важны для приграничных городов и всей страны. Соединенные Штаты лишатся миллиардов долларов, закрыв границы. К тому же в этих городах проживают люди, которые пересекают границы между этими двумя странами каждый день. Они ведут бизнес, учатся в американских университетах. Сейчас очередной караван из двух тысяч человек движется в направлении к южной границе США. Трамп определил срок в одну неделю для того, чтобы Мексика начала действовать и остановила поток мигрантов. Американские эксперты называют подобную политику краткосрочной и призывают администрацию не отменять финансовую помощь странам Северного треугольника. Они утверждают, в решении вопроса нелегальной иммиграции необходим долгосрочный подход.